всем привет меня зовут николай соколов это гитарный блог номер четыре поехали как развить технику игры на гитаре очень много вопросов постоянно спрашивают что как развить технику игры на гитаре и всегда я всегда в таком прихожу в такое недоумение о том что за вопросы принципе ну понятно что это по сути дела с одной стороны это нормальный вопрос да то есть у любого начинающего гитариста будет такой вопрос как достигнуть там сверх техники какой-то там каких-то чтобы там играть каких-то там сверх быстрый пассаж там еще что то вот но всегда хочется немножко подстебнуть маленько каким образом то есть например когда спрашивают как можно достичь техники как развить ее там всегда хочется сказать ребят в аптеке продаются вот такие таблетки ускоритель называется вот принимайте их там есть ускоритель там скажем для правой руки и ускоритель для левых вот эти таблетки принимаете по несколько штук и будете и вуаля будут чудеса то есть и заниматься не надо вообще ничего не надо делать техника будет сама расти ребят а может быть и правда есть такие таблетки пойдемте спросим в аптеке продавца если есть такие таблетки чтобы которые примешь и будешь сразу быстро играть может быть они действительно есть зачем нам заниматься мы просто возьмем примем пару таблеток и у нас уже все будет получаться здравствуйте подскажите пожалуйста вот мне нужно средства для того чтобы пальцы быстро бегали чтобы вот принять таблеточку чтобы пальцы сразу стали играть быстро вас есть какие-то подобные такие средства да пожалуй есть а можно вас купить да конечно пусть вот я эти таблетки прямую я буду быстро играть да все спасибо что то есть стоит только принять одну таблеточку то есть например мы с вами взяли так это например таблетка для быстрой для быстрой игры взял ее съел да нормально попробуем вроде неплохо вот но не хватает пожалуй надо еще съесть таблетку раз техника появилась так хочу сказать приходите в аптеку и говорите в аптеке мне нужно таблетку для свипа чтобы играть свипом какие-нибудь пассажи таблетку для тейпинга ну и какую-нибудь таблетку для легатной техники и все чтобы все само то есть не надо заниматься зачем тратить время свою драгоценную можно заплатить деньги в аптеку вам дадут кучу там медикаментов там от которых руки сами будут двигаться так вот если кроме шуток как развить технику технику вообще вы развиваете с помощью времени и многоусердных тренировок естественно здесь ничего сверхестественного нет и по сути дела даже существует такое мнение вот среди моих учеников все ребята кто занимается какое-то время определенное время и выдерживает там какие-то технические нагрузки все играют в темпе 120 16 это не предел вообще принципе 120 это ну как бы такое сердцебиение у нас тоже там пульсом давление там даже такой ну стандартный темп то есть темпе марша можно сыграть я всегда задаю один тот же вопрос когда мне задают то есть вопрос например как развить технику я говорю а как ты занимаешься и вот здесь начинается полностью не знаю там целая куча всего интересного вот потому что вот это это не занятие это как знаете был такой случай у меня однажды ко мне пришла девушка ну я организовывал так сказать кастинг вокалисток мне нужна была вокалистка для того чтобы ну поработать ну была работа то есть я там играл там то всякие какие-то аккомпанемент и нужно было красивую девочку чтобы она что-то спела вот и много вообще девчонок пришло слушаться вот но она прям запомнилась очень сильно потому что она пришла ну игру ну там здравствуйте туда-сюда здравствуйте говорит я занимаюсь вокалом по 8 часов в день но 8 часов петь это же это же вообще немыслимо я спросил как вы занимаетесь играет ну вот я например мою посуду пою и все и дальше как бы я даже ну не стал даже дальше слушать то есть уже в принципе понятно было что что за занятия такие вот и это к чему я говорю к тому что как вы занимаетесь чем вы занимаетесь то есть если вы например смотрите скажем одна рука у вас здесь а глаза у вас в телевизоре смотрят сериал там игра престолов там или еще что-нибудь там то ну как бы это не занятие то есть это просто такое ну как мышечный тонус так вот если вы все равно что вы на беговую дорожку стали побежали то есть может быть понятия не совсем такие такие уж прям равнозначные но тем не менее что-то в этом есть так вот как заниматься самое главное у вас должны быть всегда ну не обязательно конечно блокнот заводить но у меня была тетрадочка в которой я записывал например гамма и темп которым я ее играл это прям вот реально просто вот из личного опыта то есть у меня было там сквозное упражнение гамма пентатоники этюд то есть вот все что я играл такое ну именно технично я не говорю сейчас про музыку в плане композиции а говорю именно про технику то есть как ее наращивать свипы там легатная техника тейпинги и например пассаж такой-то пассаж такой-то и все каждый пассажик у меня был записан например что я играл там скажем этюд то есть один из этюдов который я даю тоже своим ученикам это и и Продолжаем разговор. Так вот, например, такие этюды, когда поиграешь, то есть руки, они и записываешь темп. Например, там темп 100, там скажем 140. Когда подобные вещи играешь стабильно каждый день, то ты понимаешь, что ты растешь, ты видишь свой прогресс. То есть как ты можешь видеть свой прогресс, если ты ничего не записываешь, ничего не запоминаешь и материала вообще нет никакого. То есть ты не играешь ни упражнения, ничего, ничего, ничего. Знаете, иногда добивает такой момент, что когда приходят ученики, говорят, я хочу научиться импровизировать. Я говорю, хорошо, ну давай будем заниматься. То есть вот тебе материал, то есть вот там пару гамм, вот мажорная гамма, вот минорная гамма. То есть с них все начинается. Она говорит, ты меня не понял, я хочу импровизировать, я хочу научиться импровизировать. То есть и опять, я опять не говорю, ну да, я понял вас, то есть давайте начинать импровизировать, давайте заниматься. Вот, я не хочу играть эти гаммы, говорит. Мне они как бы не нравятся, мне эти гаммы, мне не нравится, как они звучат. Очень плохая музыка. Принцип заключается в том, что вы постоянно за собой следите. То есть вы берете какое-то упражнение одно, записываете темп. Все, то есть вот ваш потолок. То есть, соответственно, хотите разбить свой потолок, играете, просто темп прибавляете на двоечку. Там, допустим, играете 140, 142 прибавили и проиграли. Конечно, будет, ну мало чем будет отличаться, но все равно у вас постоянно будет темп расти. И еще очень важный момент – это стабильность в занятиях. Ну не бывает таких чудес, что человек просто от того, что он ничего не делает, он будет расти, прямо у него там техника вырастет так, что вообще там непонятно откуда. То есть это все многолетний труд. Если вы хотите поднять свою технику, начинайте заниматься. Выделяйте на гитару хотя бы два часа. Хотя бы, хотя бы здесь такое прям увесистое слово. Хотя бы. Вот, если хотите прям еще лучше, хотя бы три часа. Ну, если уж там хороших успехов, там таких от инструмента, хотя бы четыре часа и так далее. Вообще нет предела совершенства, и руки нужно развивать в плане выносливости, чтобы у вас была выносливость. И когда люди начинают заниматься, то у них явный результат. Так вот, закончим этот монолог тем, что если вы хотите поднять свою технику, не задавайте этих вопросов, а просто начните заниматься. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok